Медикам поднимут зарплату. Отменятся ковидные надбавки, но появятся новые стимулирующие выплаты. Они будут зависеть от сложности и интенсивности выполняемой работы. Больше всего получат врачей-медсёстры, которые работают в отделениях анестезиологии и реанимации, участковой службы и приёмных покоях больниц. Белорусы, которые выйдут на пенсию после 1 июля и станут получать выплаты не наличкой, а на карту, обязаны открыть базовый счёт. На него будут причислять деньги. Также человеку выдадут кредитку системы Белкарт. В детских оздоровительных лагерях Могилёвской области в первую смену побывали более 27 тысяч школьников. Традиционно организована работа здравниц по различным профилям. Их посетили как минимум 13 тысяч человек. Полторы тысячи ребят совмещали полезный труд и отдых. Город готовится отметить День независимости 3 июля. В 10 утра пройдёт возложение к памятнику танку на могиле генерала Бахарова. Уже в 14 часов в районе Бобруйской арены встретят участниц конкурса «Автоледи». Праздничный концерт запланирован на 5 вечера. В программе также работа тематических площадок и кинотеатр под открытым небом. Завершится праздник в 22.55. Акции «Споём гимн вместе». Накануне в Бобруйске горел восьмиквартирный барак. ЧП произошло около полудня на улице Сака. Спасателей вызвала прохожая. Она сообщила, что из-под кровли идёт дым. Внутри могут быть люди. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём. Субтитры создавал DimaTorzok